Добрый день. Дорогие друзья, мы сегодня с вами поговорим о очень серьезной, большой, я бы сказал, даже тяжелой проблеме, которая существует в медицине, в частности, в офтальмологии. Это проблема глоукомы. Что можно сказать по поводу глоукомы? Вы знаете, вот так вот подумать, если, то, в общем-то, ничего практически хорошего не скажешь. Это очень тяжелое, серьезное заболевание, которое фактически приводит, если поздно диагностировано, если поздно выявлено оно, приводит к необратимой, абсолютно невозвратимой слепоте. То есть, вот человек видел, и человек перестал видеть. И обратно уже ничего вернуть нельзя. Почему сегодня мы заговорили о этом заболевании, да, тяжелом, да, сложном, но почему именно сегодня и о нем? Да потому что сейчас всемирный день, а теперь уже с этого года не всемирный день, а всемирная неделя больного глоукомой. Нельзя сказать, что это празднуется, но это отмечается очень серьезно и медицинской общественностью, и, самое главное, нашими пациентами, нашими больными, которые знают какое-то серьезное и тяжелое заболевание. И они знают, что с ним нужно рано начинать бороться для того, чтобы иметь шансы сохранить зрение на всю оставшуюся жизнь. Ну, давайте вот посмотрим, что же все-таки такое глоукома. Представьте себе, как был снят фильм в Бразилии на тему глоукомы, и назвали его так – «Воришка, которая незаметно крадет зрение». Так вот, глоукома в большей части случаев именно так и поступает. То есть человек на фоне полного здоровья, ничего не чувствуя, неожиданно обнаруживает, что у него съежилось поле зрения, и он уже смотрит через такую тоненькую-тоненькую трубочку, и по краям больше ничего не видит, а зрение вроде бы еще и сохраняется. И вдруг он начинает замечать, что не только вот поле зрения съехало, но еще и начинает снижаться острота зрения. А это уже самое последнее, что может произойти с глоукомным больным. Когда снижается еще и зрение, когда падает зрение, то это как самолет, который вышел в пике, устремляется к земле, падает, и уже летчик ничего сделать не может. Так вот, в чем коварство глоукома? В том, что большая часть этого заболевания протекает именно незаметно, без боли, без ничего. То есть основная форма глоукомы именно такая. Открытоугольная глоукома, она протекает без болевого синдрома. И она потихонечку, совершенно незаметно крадет зрение. Почему? Да потому что на двух глазах, как правило, глоукома наступает в разных временных параметрах. То есть сегодня заболел один глаз, а через год, через два, может быть, даже больше, может заболеть второй глаз. И вот представьте себе, один глаз абсолютно здоровый, видит все, работает, а второй глаз незаметно потихонечку начинает терять и поле зрения, то есть ориентировку в пространстве, а затем и остроту зрения. У нас бывали случаи, что приходили пациенты на подбор очков. Как подбирают очки? Закрывают один глаз, проверяют зрение, потом закрывают другой глаз, проверяют зрение и подбирают очки. Вот и в этот раз тоже пришел пациент, вполне чувствующий себя нормально, говорит, что-то я плоховато стал видеть, подберите мне очки. Ему закрыли один глаз. Да, говорят, вот у вас такое-то зрение. Закрывают второй глаз, а он говорит, а зачем ему цвет-то потушили? И вдруг неожиданно выяснилось, что оказывается пациент практически уже потерял зрение на один глаз. И все это время он привыкал пользоваться вторым глазом. Поэтому очень важно всегда, проснувшись утром, проверить, все ли у вас нормально с глазами. Закрыть один глаз, посмотреть, закрыть второй глаз, посмотреть, проверить, нормальное зрение или нет. Итак, что же получается характерным для глоукома? Потеря поля зрения, то есть ориентировки в пространстве вокруг себя, снижение зрения в самом конце, а самое главное, это повышение внутри глазного давления. То есть в глазу начинает медленно, незаметно повышаться давление, глаз адаптируется, и он практически ничего не чувствует. Что же получается? А это значит, что после 40 лет, а глоукома, как правило, взрослых начинается именно в этом возрасте, нужно обязательно сходить к врачу и померить внутри глазное давление. Это значит, нужно сходить к врачу и посмотреть ваше поле зрения. Как оно выглядит? Его можно проверить только специальными методиками. И третье, нужно, чтобы врач обязательно посмотрел состояние вашего глазного дна, то есть сетчатки, зрительного нерва, и как они выглядят, и нет ли там изменений, связанных с глоукомой. Вы скажете, как же так? Разве сам больной ничего не может почувствовать и сказать, прийти, вот я чувствую, что я плохо вижу там и так далее. Нет, оказывается, поле зрения, когда оно начинает съеживаться, когда оно начинает уменьшаться, человек может почувствовать какие-то изменения его только тогда, когда погибло уже больше 50%, то есть половина всех клеток сетчатки, которые должны ощущать свет. Представьте себе, 50%, а до этого настолько хорошо сделан глаз, что он с помощью компенсаторных возможностей, приспособительных возможностей восполняет вот эти вот самые проблемы, которые возникают при гибели тех других нервных клеток сетчатки. Итак, первое, что самое главное, это регулярно все-таки наблюдаться у доктора после 40 лет. Раз в год нужно обязательно зайти, проверить зрение, проверить внутриглазное давление, проверить поле зрения и чтобы посмотрели, что же там происходит с сетчаткой и со зрительным нервом. Это вот главные, важные самые вещи, которые должен знать каждый человек, приближаясь к определенному возрасту. И самое интересное, чем старше человек, чем он, как говорится, дольше живет, тем больше возможностей, что у него возникнет глоукома. Если, скажем, где-то 1% после 40-50 лет наших здоровых людей начинает страдать глоукомой, то, скажем, в 70 лет, в 80, в 90% заболеваемости существенно возрастает. Но, к сожалению, все знают, что чем дольше мы живем, тем больше у нас появляется тех или других заболеваний. Тем не менее, вернемся к началу. Вот эта вот, так сказать, неделя, посвященная больным глоукомой, которая, так сказать, отмечается во всем мире, все врачи участвуют в этой работе. Она направлена на то, чтобы провести дополнительное количество обследований наших, условно говоря, здоровых лиц. Посмотреть, что происходит с нашими глоукомными больными. Ну и самое главное, дать правильный совет или рано выявить глоукому. Скажите, пожалуйста, вот вы сами задумывались когда-нибудь, что же все-таки самое важное при глоукоме? Лечение, хирургия, лазер или что другое? Нет, при глоукоме самое важное, самое главное, рано выявить заболевание. Только в этом случае мы с вами можем обещать нашим пациентам, что мы поможем вместе с ними, так сказать, будем работать и поможем им сохранить зрение неопределенно долго. Бывает так, что пациент приходит уже в далеко зашедшей стадии заболевания, когда уже и поле зрения остается чуть-чуть, и зрение начинает снижаться, да и изменения внутри глаза уже колоссальные. Вот тут очень большие проблемы. Поэтому никакого оптимизма тут у нас уже нет. Мы говорим пациенту, нашему больному, о том, что вы знаете, мы очень сожалеем, но мы будем стараться помогать вам во всем, но обещать о том, что вот все будет хорошо, в этой ситуации мы уже не можем. Еще раз, если поставлен диагноз глоукома, конечно, безусловно, это очень серьезная вещь, и в жизни, конечно, происходят определенные изменения, но я могу вам сразу сказать, больные глоукомой должны соблюдать определенные правила игры. Это правильно назначенное лечение и постоянное выполнение назначения врача, постоянное четкое наблюдение, и самое главное, самое главное, это выполнение определенных гиенических норм. Ну вот, например, да, все знают, что при глоукоме нужно регулярно закапывать капли. Но важно закапывать капли не просто закапать и сразу же, сказано, закапать вторые капли. Между ними должен быть определенный интервал. Обычно мы рекомендуем между двумя каплями, чтобы был временной интервал не менее 10-15 минут. Капают капли, если они хорошо себя ведут, и глаз реагирует правильно, и давление снижается постоянно, никаких перерывов, никаких курсов. Это постоянное лечение, потому что без этого никаким образом нельзя нормализовать давление. А давление – это один из главных факторов риска при глоукоме, который вызывает прогрессирование заболевания, сужение поля зрения и потерю остроты зрения и зрения вообще. Ну скажите, пожалуйста, вот очень часто приходят наши пациенты и говорят, а что, при глоукоме я уже все, я уже ничего не могу. Да нет, ну что вы. Если правильно подобрано лечение, если у вас идет стабилизация процесса, мы, в общем-то, очень добрые люди. Да. Мы разрешаем даже умеренные банные процедуры. Вот говорят, что больным глоукомой вообще пить нельзя воду, вот, жидкость. Да нет. Мы говорим, пожалуйста, пейте в течение дня сколько вы хотите. Однократная водная нагрузка – это вредно. Ну, скажем, в течение дня вы можете пить сколько вам хочется. А вот однократно стакан жидкости, пожалуйста, больше уже опасно. Через час можете еще попить, никаких проблем нет. Вот. Можно ли заниматься физкультурой? Да, конечно. Легкие физические упражнения, безусловно, нужны любому человеку. Поэтому прогулки, легкий берег трутцой – пожалуйста. Главное, противопоказаны такие вот статические нагрузки. Особенно ничком, то есть лежа, лицом вниз. Это не очень желательно. Подъем тяжести, то есть тяжелая атлетика – тоже самое, не годится для наших пациентов. Плавание – пожалуйста, вы тоже можете иметь. То есть, другими словами, очень часто говорят, а вот можно полететь на самолете? Да, конечно, можно. Никаких проблем нет. Кофе, чай запрещается? Нет. В умеренных количествах, пожалуйста, вы имеете право использовать. Поэтому нельзя сказать, что диагноз глоукома – это крест на всей оставшейся жизни. Мы, кстати, очень жестко относимся к никотину. Курить? Нет. Вообще, пациентам, у которых страдает нервная система, а сетчатка и зрительный нерв – это нервная система. Это высокоорганизованная нервная ткань, безусловно. Никотин абсолютно точно вреден. Вот иногда говорят, а можно, скажем, на праздник выпить красного какого-нибудь сухого вина? Ну, в общем, мы говорим, нет, никаких проблем, если вы там выпьете небольшое количество, тоже ничего страшного не произойдет. Так что вот, если уж выбирать, то, вы знаете, мы абсолютно точно против курения. Так что поэтому я считаю, что хотя, да, действительно, диагноз глоукома – это очень серьезная и очень тяжелая вещь для пациента, тем не менее, отчаиваться не надо. При ранне выявленном заболевании, при правильном его ведении, при ответственном отношении к нему, самого больного, я считаю, что не все еще потеряно, и есть все шансы сохранить зрение как можно, как можно, как можно надолго, надолго, надолгие годы, до конца нашей жизни. Удачи вам! Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok